Это может просто пробить наш комплекс ПВО, если его будут еще маскировать. Ведь они могут, я так понимаю, нести, ну, чересчур опасную бомбу. Им передали всю линейку планирующих бомб, которые они могут скидывать на позиции. Значит, эти истребители действительно чем-то опасны. Тем не менее, тут, значит, мы обсудили о том, что задача растянуть на какое-то время, да, поставили четыре, вот сейчас, так понимаю, официально истребители на Украину ожидается, что еще шесть в ближайшее время туда, значит, подлетят. Но, но, вы сами сказали сейчас, Михаил Вадимович, что задача повысить, значит, ну, так скажем, улучшить свои позиции в переговорном процессе, правильно? Немножко повысить планочку, да, значит, надежда все-таки есть на эти истребители. Значит, мы долго об этом говорили, поставят, не поставят, Зеленский выпрашивал, как такую спасительную таблетку, ну, значит, эти истребители действительно чем-то опасны. Андрей Францевич, ведь они могут, я так понимаю, нести, ну, чересчур опасную бомбу, правильно же? Они опасны тем, что они интегрированы в боевые системы НАТО, то есть, общее информационное пространство. У них есть такой протокол обмена Линк-16, как я уже говорил. Эти самолеты, а мы видели те вооружения, которые им передали, это дальнобойные ракеты воздух-воздух. Мы не знаем, какой дальности, но максимально это 180 километров, то есть, самолет может использоваться для засад, то есть, он может близко подойти и выпустить ракету, которая пойдет в квадрат, где может появиться наш самолет, там наведется. Они могут использовать совершенно в другом режиме противорадарные ракеты, ХАРМ, которые могут также наводиться на излучение наших радаров, это достаточно рискованная вещь. Им передали всю линейку, значит, планирующих бомб, которые они могут скидывать на позиции. Самое главное, это пуск, массовый пуск крылатых ракет. То есть, условно говоря, если у них остались там 4 Су-24 самолета, ну, максимум они могут запустить 8 или 6 ракет, допустим, Шторм Шэдоу. А если им передадут 10 самолетов, то уже суммарный залп 20 Шторм Шэдоу может быть. Это уже меняет дело, да? Это может просто пробить наш комплекс ПВО, если его будут еще маскировать. То есть, количественный показатель очень часто переходит в качественный, можно пробить. Конечно, всегда. Да. Поэтому они в конце августа, начале сентября в угоду Белому дому будут показывать победное движение вперед, как американцы говорят, чтобы потом проводить переговоры с позицией силы. Поэтому мы видим, что они сейчас до сих пор держат большую группировку на Запорожском направлении, на работе на вербовое, от 7 до 10 бригад. Скорее всего, они будут предпринимать попытку идти туда, но в прошлом году они сделали работу над ошибками, потому что тогда не было изоляции района ведения боевых действий с воздуха. И эти самолеты, конечно, могут сейчас сыграть определенную роль. Я уже знаю Роман Погорілий, співзасновник и аналитик Deep State. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Что вы видите в Курской области зараз? Что там отбывается? Чи правда, что украинские военные силы, подраздели, не знаю, как правильно сказать, нема официально информации, но просунулося на 7 километров и заняли 4 населенных пунктов? На сегодняшний день можно увидеть, что мы утримуемся от коментования этой информации. И можно увидеть, что нема позначений на мапе, которые все ждут. И они появятся, когда нужно будет. Потому что на сегодняшний день, перепрошу, ведется работа СССР и СИБО в целом. Можно уже видеть певные публичные кадры, которые появились в мережи. Мы про них тоже публиковали. Но на сегодняшний день это все, что мы можем на сегодняшний день обговорювати без деталей. Потому что ведется работа и сподіваемся, что цели и задачи, которые поставлены, будут реализованы. Это необходимо понимать, чтобы утриматься от каких-то деталей, комментариев, висвитлений. Потому что я уверен, что украинцы, они хотят видеть какие-то глобальные результаты, а не просто знать, по какой посадке, по какой дороге едут наши військовые. Росиане тем временем пишут в своих телеграм-каналах про то, что грамотно используют РЕБИ и ППО-украинцы. И в том числе в этой истории в Курске. И появилось видео, наверное, сбитя этого К-52, элликоптера. И, наверное, это было сделано дроном. Это какая-то новая, на самом деле, история. Я не знаю, что уже такие были истории. Мы можем это видео показать. Вот видите, К-52, тут, и десь там в районе Хвостового Гвинта влучает дрон. Чи вам удалось верифицировать это видео? Вы, наверное, уже его видели. Это видео, которое не можно было публиковать. Это была секретная работа, над которой працуют військовые. Військовые, которые развиваются в мишу. Но кому-то очень хотелось это обговорить. Кому-то очень хотелось это показать. Чтобы сейчас 15 часов это обговорили и забыли. А глубина того всего, что за этим стоит, она остается в неприятной обстановке. Поэтому это не очень важно лезть в какие-то детали. Обговорювать, чтобы просто посмехнуться на первые пару минут. Сказать, что ух, сбили літак. За этим стоит очень большая работа. И за этим стоят очень много деталей, которые, в первую очередь, не должны знать мозговые. Потому что у нас есть люди, которые хотят сказать, кто працюет на территории Курщины. А судячи даже из публичных обговорений и дискуссий московитов, и заяв официальных, они не понимают, что там происходит. Они не понимают, кто там працюет и как. А на то, что они не понимают, они отправляют певные силы и реагируют так, как они имеют свое видение. И это очень помогает нашим військовым. Другого боку, у нас вилезло это видео с геликоптером. Московители не знали до этого момента, как это сталося. У них были предпущения, у них были какие-то теории, кто-то там ввел какие-то обговорения. Но главное, это не было деталей. Кто-то пришел и просто их выкладывал. Кто-то хочет перемогти, а кто-то хочет хайпануть. Я не понимаю, для чего это. Ну, а стосовно того, что Ахмад, який охраняли цего... Той оттинок кордону російського. Чи можете сказать, что они втекли? Может, это, принаймні, можно разогласить? Не факт, что они там взагалі были. И где они сейчас стоят, там, на 2-й, 3-й, 10-й лініи. Вони кажут, что они там есть. Наши військовые говорят, что это абсолютно не отвечает личностям. Потому что я не знаю, где они там есть, что они там работают. Но выглядят как у меня. Но втекли, не втекли, невідомо. Но факт на обличчя, где сейчас уже випливают публичные кадры из уражения московиков и на какие-то отстаня. Потому что можно уже побачить, где их точно нет. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДЕЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.